В этот день, 6 апреля 1836 года, родился выдающийся русский врач Николай Склифосовский. Он создал теорию полостных операций, придумал фиксировать переломы гипсом, научил врачей о септике и антисептике. Склифосовский, как военно-полевой хирург, был участником всех войн, которые вела Россия 19 века. В этот день, в 1814 году, после вступления в Париж войск союзников России, Пруссии, Австрии и Великобритании, французский император Наполеон отрекся от престола. За ним был сохранен титул императора, на прощание Наполеон устроил смотр гвардии и вскоре отбыл на остров Эльба, в ссылку. 6 апреля 1654 года царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту Гетману Богдану Хмельницкому. Грамота означала присоединение части западнорусских земель к России. В документе впервые в качестве титула были использованы слова «Всея великие и малая Россия самодержится». Грамота царя не в полной мере соответствовала представлениям Малороссии о присоединении. Изначально украинская сторона надеялась на статус автономии, однако царь Алексей уверенно развеял эти надежды, объявив себя самодержцем и этих земель. В Малороссии представлялась широкая самостоятельность, но все вопросы с иностранными государствами и ряд других решений не могли впредь обсуждаться без указа царского величества. Ранее эти земли входили в состав Речи Посполитой. Так называлась Федерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Польско-Литовское меньшинство с одной стороны и русское православное большинство с другой. Нельзя сказать, что их жизнь вместе всегда была безоблачной. Начиная с 1620-х годов, народ Малороссии просил Москву принять его под свою руку. Однако первый царь из рода Романовых, Михаил, отказывался от такого шага, понимая, что это неизбежно вызовет конфликт с Польшей. Но осенью 1653 года царь Алексей Михайлович все же решился. К тому времени в России была создана регулярная армия, страна находилась на подъеме, в Малороссии же происходило затянувшееся восстание Богдана Хмельницкого. К слову, Богдане Хмельницком. Это был отчаянный храбрец и выдающийся полководец. В разное время он воевал буквально со всеми соседями Польши, побывал в турецком рабстве и даже бился на территории Франции в составе экспедиционного корпуса. Но он начался с казаков Запорожской сечи, где Хмельницкий был гетманом, то есть командующим. Затем полыхнула и вся Малороссия. Отношения Варшавы с Москвой в это время носили дружеский характер. К тому же поляки явно заискивали перед русским царем, желая предотвратить его сношение с восставшим гетманом и вообще всякое вмешательство в свои дела. Русская сторона сначала предлагала только посредничество для восстановления мира и старалась не показывать своего интереса. Войну казаков с Польшей сопровождал переменный успех, так что Хмельницкий с 1648-49 годов начал поиск друзей. Изначально гетман просил Москву о материальной и военной помощи. При этом, желая хитростью склонить русского царя на свою сторону, Хмельницкий возвал к нему с просьбой стать государем Речи Посполитой, на что получил молчаливый ответ. В то же время выбор союзника происходил между русской, турецкой, польской и крымской сторонами. Была большая вероятность, что казаки станут вассалами Османской империи. С 1653 года Хмельницкий стал искренне указывать в посланиях царю на свое тяжелое положение. Вновь на него наступали поляки. Он снова просил Алексея Михайловича принять под свою высокую руку вечное холопство. При этом, по другим каналам связи, он успевал шантажировать Москву, что переметнется к туркам. И тогда Алексей Михайлович понял, что время настало. В октябре 1653 года в Украину было послано посольство с предварительным согласием. После этого дело было сделано. Хмельницкий еще пытался скрыть от всех своих соседей, что заинтересован в русском подданстве, но 18 января 1654 года состоялась Переиславская рада, на которой вся Малороссия открыто изъявила желание видеть над собой царя. России же еще предстояло завоевать свое право над новыми подданными в тяжелой 13-летней войне с Польшей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова